Презентацию, я думаю, видно. Давайте я расскажу сейчас про себя. Меня зовут Евгений Пронягин, я основатель компании Кэшбэк. Мне 30 лет, у меня высшее экономическое образование, при этом я 12-13 лет в IT-разработке. Любая компания начинается с основания. Если мы поговорим про какие-то крупные компании, компании, которые все на слуху, компании, Microsoft, Apple, это компании, Amazon, это компании, в которых есть какая-то личность, какой-то человек, который ведет компанию, у которой есть видение, у которой есть фундамент. Вот я хочу поговорить об этом. Вообще я в бизнесе, в принципе, всю свою жизнь и ни разу не работал по найму, но никогда особо не афишировал. Не афишировал себя, не афишировал свои достижения, всегда придерживался позиции, что счастье любит тишины, деньги любит тишину. И у меня всегда были какие-то партнеры, которые занимали роль говорящей головы, могли презентовать компанию, продавать и так далее. Я сфокусировался на продукте, ребята сфокусировались на продаже. И это достаточно успешная модель, и долгое время я, скажем так, оставался в тени. Сейчас я просто понимаю, что для того, чтобы вам было спокойнее, чтобы вы были уверены в компании, в продукте, вам нужно знать, кто за ней стоит. Поэтому я решил более подробно рассказать о себе, о своих достижениях, фундамент. С 2015 года, то есть я 12 лет, получается, в разработке, 12-13. И с 2015 года я начал вести разработку с командой платформа Space. Это платформа автоматизации MLM бизнеса. И мы с партнерами, с командой разрабатывали ее для крупных MLM предпринимателей, для инфопредпринимателей, для MLM-компаний в том числе. Значит, смотрите, с 2015 года я с командой разрабатываю эту платформу. Платформу, задачей которой помочь сетевикам, начиная от новичков, заканчивая лидерами, развивать свой сетевой бизнес. Для лидеров эта платформа выполняла роль помощника, обучить своих людей в сетевом, дать им информацию, не тратить лишнего времени на введение. Для новичков задачей платформы была предоставить все необходимые материалы, обучение, инструменты для того, чтобы можно было максимально в короткие сроки начать вести свой бизнес. Конечно же, не без помощи наставника. В любом случае сетевой бизнес – это бизнес личности, бизнес наставника и приглашенного, да, скажем так, и без наставника никуда. Но платформа пополняла роль такого незаменимого помощника. Мы интегрировали ее прямо очень плотно в некоторые сетевые компании, так, чтобы все партнеры компании начинали пользоваться продуктом. У нас на платформе проводились и вебинары, и автовебинары, и люди делали себе лендинги, и работали с командами и так далее. Ну, те, кто из компании просто гейм, они знают больше функционала этой платформы, которая есть. Но перед этим до 2015 года я работал на рынке CPA. CPA – это английская аббревиатура Cost Per Action – оплата за действие. Когда компании платят деньги веб-мастерам, как правило, которые приводят потенциальных клиентов, либо готовых клиентов в компанию, и за это платят деньги. Кто-то может платить деньги за конечного покупателя. Например, дальше мы будем говорить про наш продукт, да, и забегая вперед, я скажу о том, что финансовые организации, банки, МФО, микрофинансовые организации, они готовы платить деньги за конечного клиента. В то время я работал с, получается, с компанией job.ru. Это компания, которая, ну, это вакансия, это конкурент HeadHunter, более известным, более известным сайтом, вот, и они платили за регистрацию, за регистрацию на сайте. Я достаточно долго, там, больше года я работал в этом сегменте, и вот мой личный рекорд, мне удалось добиться генерации 10 тысяч лидов в сутки на CPA. То есть 10 тысяч человек приходили по моим рекламным объявлениям каждый день, и мне это в то время приносило 50 тысяч рублей чисто прибыли в сутки. Как раз я познакомился с своим в то время будущим партнером, и мы начали в 2015 году разрабатывать платформу Space. За все время, пока мы оказывали именно поддержку по этой платформе, продавали ее, мы открыли более 50 платформ для сетевых лидеров, для компаний. И это дало достаточно большое количество, ну, много опыта я получил с командой о том, как вообще функционирует сетевой бизнес, как делать автоматизацию. Я считаю, что именно вот этот опыт мне позволяет сейчас создавать собственную компанию, когда есть понимание, как работает каждый винтик в этой механизме. Мы ежегодно вкладывали в разработку большие деньги, привлекали инвесторов, которые вкладывали деньги у нас. В нас на время были разные размеры команды, и даже был период, когда у нас директором по разработке работал соалист, который в свое время в Америке отработал 6 лет в Microsoft. Саму разработку мы положили более миллиона долларов, суммарно за все годы. Ну, это прям существенные деньги. Мы несколько раз ее переделывали. При этом мы делали не только платформу, мы делали около платформенной истории. Мы разрабатывали как веб-сайт, так и мобильную версию, мобильный сайт, расширение. Один из наших проектов — расширение для браузера. И вот на вот этих вот 50 платформах, которые мы открыли, включая наши компании, было зарегистрировано более 3 миллионов пользователей. То есть это большое количество людей, если не ошибаюсь, из 45 или 47 стран мира. Этот опыт позволяет как раз сейчас делать продукт, который будет максимально успешным. Помимо того, что мы ввели, поддерживали платформу, который мы продавали, мы создавали собственные компании, собственные проекты. В 2016 году мы запустили Social CRM. CRM-система — это расширение для браузера, которое интегрируется в социальные сети и позволяет людям, которые работают в социальных сетях, в мессенджерах, а сетевики, в принципе, именно там и работают, автоматизировать и упрощать, укорять свою работу. Это один из, ну, наверное, самый успешный проект именно в этом сегменте на рынке. В 2017 году мы запустили проект Golden Island. Это интересный проект, он основывался на взлете биткоина, и мы помогали простым людям зарабатывать на этом. Мы давали информацию о том, какие… То есть помимо биткоина, там есть еще большое количество других криптовалют, и мы давали сигналы о том, какую валюту нужно покупать, продавать. В 2017 год суммарно мы с командой заработали 1,1 миллиона долларов с этого проекта. И там вход был достаточно дешевый, и это не была какая-то история с привлечением, то есть мы именно брали абонентскую плату за то, что люди получают от нас знания, ну, информацию, обучение. В принципе, вот на продаже информации, на обучении дальше достаточно успешные были проекты, такие как Instagame. Instagame в 2019 году просто взорвал рынок. О нас в сторисах в апреле 2019 года в один день и Бузова, и Киркоров о нас рассказали. То есть это для меня лично это был прям такой фурор. Я офигел, когда это узнал. В Instagame было, ну, и сейчас есть, то есть проекты существуют. За первый месяц у нас зарегистрировалось 100 тысяч человек, и за последующие еще там несколько месяцев около 200. То есть это такой достаточно быстрый взлет был, и для меня это тоже был достаточно большой опыт, потому что я не был, то есть у меня не был опыта, я не был с командой готов к такому быстрому взлету, да, моментально мы просто получили огромную популярность. Откровенно наделали там ошибок. То есть наделали ошибок в управлении, в разработке, мы просто не справились с вот этой лавиной, скажем так, пользователей денег, успеха, которые принес этот проект. И на пост, после того, как проделали определенную работу над ошибками, в начале 2020 года мы с партнером, с Николаем Жаричем, запустили просто гейм. То есть убрали историю с инста, оставили такую простую игру. И что вот я начинал говорить, что в Golden Island мы обучали, в инстагейме мы обучали людей, и в просто гейме мы тоже обучали. В просто гейме, как многие знают, мы обучали и личному бренду, и копирайту, и в принципе задача была, и моя личная цель, сделать действительно продукт, в котором новичок, который ничего не понимает вообще в интернете, в личном бренде, разобраться, понять, что его, и дальше уже продолжать точно обучаться именно в этом. То есть не было задачи сделать какое-то там профессиональное обучение максимально глубинное, была задача сделать такой, скажем так, университет первого курса, в котором человек мог обучиться разным наукам. Нам это удалось, и проект также привлек более 180 тысяч пользователей. В принципе, повторилась история с инстагеймом, когда мы смогли достаточно быстро сделать проект популярным. Начиная еще с social CRM, я всегда старался видеть тренды. Тренды текущего времени, тренды текущего момента. Считаю то, что вот этот вот навык, это навык, который позволяет действительно успешным предпринимателям, успешным компаниям выходить в лидеры рынка. Если, например, вспомнить про Стив Джобса, он не придумал телефон, а Uber не придумал такси. Просто они придумали, как сделать так, чтобы привычные вещи, либо уже существующие вещи были наиболее полезными, чтобы они были наиболее функциональными. Ну, чтобы они действительно нравились пользователю, приносили ему удовольствие. Именно вот на этом строится успешная компания. Собственно, с social CRM мы не придумали CRM-систему в то время. И более того, мы даже не придумали CRM-систему, которая бы работала в социальной системе. Но мы смогли сделать действительно качественный продукт, который занял лидерскую позицию в своей нише. Точно так же, как и Инстагейм, который использовал механику подписок в Инстаграме. В то время был уже конкурирующий проект. Но я увидел в этом тренд, я увидел в этом потребность рынка. И мы смогли сделать действительно интересный, захватывающий проект. Сейчас, в конец 2020 года, скоро 2021, и я понимаю то, что мой опыт в CPA в 2014 году, мой опыт в сетевом, в разработке. И тренд текущего времени, когда мы каждый день из телевизора в интернете слышим слово кэшбэк, это тренд 2021 года. Это тот момент, когда можно, используя вот эту волну, использовать ее для того, чтобы сделать действительно что-то очень большое. Если говорить о компании, о компании кэшбэк, то наша миссия повысить уровень финансовой грамотности населения, предоставить знания и инструменты для работы на финансовых рынках. Хочу сказать, что вот то, что мы сейчас делаем, это только маленький кусочек, маленький кусочек того, что мы запланировали. Есть несколько задач. То есть, если мы говорим о, скажем так, как стать финансово успешным, то сначала нужно деньги заработать, потом сохранить, и третье, я недавно смотрел интервью с одним известным оратором, который делился своим мнением по поводу вот этих трех вещей, и он считал, что приумножить, приумножить это самое сложное. То есть, можно там всю жизнь работать и можно достаточно успешно работать, зарабатывать деньги, но, допустим, их тратить все. Или даже тратить больше, чем ты зарабатываешь, уходя в долги. И можно попытаться приложить какие-то усилия, дисциплину и как-то, например, вести личную бухгалтерию, как я, например, это делаю, откладывать какие-то деньги. Есть, допустим, книга «Самый великий человек в Вавилоне», кажется. И там один из постулатов был о том, что ты должен откладывать десятину своего дохода и накапливать на будущее, и десятину ты должен жертвовать на боготворительность. Так вот, идея проекта дать участникам сообщества инструменты не только для заработка, но и для сохранения и для приумножения. При этом не используя какие-то рискованные инвестиции, хайпы, пирамиды. Это не про это. Это про стабильность, про фундамент. По поводу, если говорить по поводу заработка, как мы говорим о сетевом, сетевое – это про рекомендации. На слуху знаем крупные компании, которые вроде как бы не сетевой, но в то же время они работают через рекомендации. Uber, они когда заходили на рынок, точно на рынок России, я думаю, что в других странах была примерно такая же история, они платили 500 рублей за приведенного друга. Начисляли тебе на баланс, и ты мог потратить эти деньги. Потратить деньги на такси. Это был вау-фект. И я помню, как мы бесплатно ездили на такси и приглашали всех подряд. Смотри, возьми мой промокод. Нет, ты возьми мой промокод. И ездили на Uber бесплатно. Потом постепенно, когда они зашли на рынок, они закрепились и убрали эту историю. Теперь только мы платим. Uber нам ничего не платит. Тинькофф, Тинькофф банк, платит за друга также 500 рублей. Он заплатит тебе, заплатит твоему другу, но ты не можешь заработать много. У тебя в любом случае, ты даже можешь даже вывести эти деньги. То есть в Uber нельзя было вывести деньги. А в Тинькоффе ты можешь пойти, потратить, купить булку, хлеба и молоко в магазин. Но ты не можешь заработать много, потому что в любом случае количество людей у тебя в окружении ограничено. Есть близкий круг, семья. Есть более дальний круг, близкие друзья и еще какое-то количество знакомых. Тинькофф не дает вот такой вот мультипликатора. Задача кэшбэка как раз и решить эту проблему. Мы позволяем зарабатывать с рекомендацией известных компаний и получать от этого вознаграждение. Получать вознаграждение не только от личного приглашенного, но и от людей, которым порекомендуют ваши друзья и знакомые. Ну, предположим, у меня вот девушка, она говорит, что она подключила там в свое время карту Тинькоффа только потому, что ее подруга все время там говорила, давайте я заплачу, вы мне переведете. И они такие, а что это, почему? И так каждый раз было. И в итоге она говорит, да у меня там кэшбэк капает, и поэтому мне это выгодно. И после этого моя девушка подключила себе карту Тинькоффа. На самом деле есть много карт с кэшбэком, не только Тинькофф, но благодаря вот этой подружке больше 10 человек, наверное, подключила эту карту. Но моя девушка пошла и своей маме сказала, мам, открой эту карту. Вот подружка Катя, она не получила этих денег, она не получила вознаграждение за то, что моя девушка пошла к маме и порекомендовала эту карту. А могла бы, если бы она знала про кэшбэк, если бы в то время был сервис кэшбэк. Вообще, почему, ну, то есть откуда это берется, почему банки платят, почему Тинькофф платит, почему ТБ платит, Альфа и другие компании. Почему платят МФО? Потому что им нужны клиенты. Они работают на долгосрок, они готовы сейчас заплатить денежку за готового клиента, который будет пользоваться продуктами, предпринимателям, тем вебмастерам, тем людям, которые приведут им конечного клиента. Они могут сливать и, в принципе, сливают миллионные бюджеты, миллиардные бюджеты на рекламу на телевидении. Но люди перестают смотреть телевизор, люди смотрят платные каналы, либо смотрят YouTube и не смотрят рекламу. Они могут покупать блюборды на дорогах, но это тоже не настолько эффективно, как точно бы им приводили клиентов, вебмастера. Поэтому банки МФО готовы работать по модели CPA, оплаты за действия и платить вам, платить вам, платить вашим партнерам, друзьям за привлеченных реальных живых клиентов. Попробую объяснить простыми словами. Вы регистрируетесь на сайте кэшбэка. У вас есть список продуктов разных банков и финансовых организаций, которые готовы заплатить за привлеченного клиента. И вы на момент, когда вы еще не активировали себе продукт, вы как раз-таки такой клиент, который просто оформляет продукт. И банк заплатит тому, кто вас привел. То есть кто-то порекомендовал вам кэшбэк. Вы пришли, зарегистрировались, и банк ему заплатит за то, что вы выберете подходящий вам продукт. Кому-то нужна дебетовая карта, еще одна. Например, я для себя открыл там карту райфрайзинга просто потому, что я на нее скидываю деньги 10% в месяц. Я знаю, что я их не трогаю. Я потом их вкладываю в акции, инвестирую в криптовалюту. Но это те деньги, которые я не трону. Когда вы откладываете деньги, например, на той же самой карте, то часто у вас есть такое желание туда залезть. У меня самого такое было. Ну ладно, я сейчас возьму, а потом положу. Поставьте плюсики, у кого такое было. Кто пытался на отдельных счетах внутри своего интернет-банка откладывать деньги, а потом оттуда их брал. Да, это стандартная схема. Но когда ты заводишь карту отдельную, на которую ты переводишь деньги, и эта карта лежит у тебя в дальнем ящике, то ты лишний раз туда не полезешь. И вот в этом я для себя, допустим, нашел преимущество открыть еще одну дебетовую карту. Кому-то нужны кредитные карты, кому-то просто не хватает иногда денег. А кто-то зарабатывает на кредитную карту. Да, есть способ заработать на кредитную карту. Да, это небольшая сумма, но есть схема, когда вы всю зарплату, которая у вас есть, не тратите, держите на дебетовой карте, которая, например, приносит процент на остаток. А деньги вы тратите по карте кредитной, у которой достаточно большой беспроцентный период. У нас на сайте есть статья про беспроцентный период, грейс-период. Там есть много нюансов, много подводных камней, и если вы хотите так начать делать, то я рекомендую вам разобраться в этом более подробно. Мы потом будем еще на сайте выкладывать информацию на эту тему. Люди, получается, держат деньги на дебетовых картах, тратят деньги с кредитных картах, на дебетовых капают проценты на остаток, потом они в конце месяца снимают деньги с дебетовой, закрывают кредитную, и таким образом они не должны банку. Но здесь есть еще один большой плюс вот такой схемы. Вы используете кредитную карту и тем самым повышаете свой кредитный рейтинг. Есть в кредитных организациях, есть рейтинг, по которому вам одобряют или не одобряют кредит. Мы редко интересуемся, но на самом деле это важно, когда, например, вы решили взять для себя машину в кредит. Или квартиру-букотеку. Я лично не сторонник брать кредиты в виде пассивов. То есть это те деньги, которые вы, получается, берете взаймы у банка, и дальше, получается, вы, не имея эти деньги, вы их берете и дальше вынуждены их выплачивать. Это пассив. Но если эти деньги начинают вам приносить доход, как мне в свое время, в 2018 году был период, когда у нас был затяжной такой кризис в бизнесе. И в течение полугода я, в общем, пройдал свою криптовалюту, которую я заработал в Golden Island. Так получилось, что у меня просто закончились деньги. Закончились деньги. Я помню, у меня было в кармане 300 рублей, когда мне нужно было платить 1000 долларов аренду за квартиру. И я просто не знал, что делать. Мне пришла идея о том, что у меня есть там квартира от бабушки осталась, которую я могу продать, использовать деньги от этой квартиры, взять еще кредит и купить доходные машины. Я купил автомобиль, который я до сих пор сдаю в аренду в такси. Я, получается, взял кредит, и, казалось бы, многие считают, что кредит – это плохо. Но с тех пор этот кредит меня кормит. Это один из моих источников дохода. Я получаю деньги с аренды за машины, часть денег отдаю за кредиты, часть денег остается у меня. И это абсолютно безрискованная история, если просчитать все моменты, если знать точно, для чего тебе эти деньги, как ты их используешь. Ну, как бы люди делятся. Я знаю людей, которые постоянно берут кредиты, я знаю людей, которые ни разу в жизни не брали кредит. Вот там Людмила пишет, что ни разу не брала в жизни кредит. Но скажу так, что в жизни бывает всякое. Я тоже был всегда очень таким противником кредита. Но понимаю, что если у тебя нет кредитной истории, а это факт, если у тебя нет кредитной истории, то тебе сложнее взять кредит. Если у тебя появится ситуация, например, там супер какое-то выгодное предложение будет, от которого ты не можешь отказаться, не знаю, квартира за миллион, а у тебя нет этого миллиона, который стоит 5 миллионов, ну, например, там, ваш друг подает вам квартиру. Ему надо срочные деньги. А у вас нет этого миллиона, и вам банк его не даст, если у вас плохая кредитная история. Так вот, кредитные карты и МФО, они помогают вам создать эту кредитную историю, если ее нет, либо ее исправить, если она у вас испорчена. Кредитные карты в меньшей степени, МФО больше. МФО, они большим количеством людей одобряют вот эти кредиты. У нас на канале было видео на тему того, как исправить кредитную историю. Мы еще это видео выложим на сайте. И на самом деле, это достаточно полезный инструмент, но он может быть не для всех. Так вот, когда вы оформляете себе банковский продукт, финансовый продукт, то компания платит вознаграждение, платит тому, кто вас привел, и тому, кто привел его, и так далее, наверх. Вы просто получили продукт, вы довольны, вы им пользуетесь, но в этот момент у вас появляется возможность точно так же рекомендовать. Рекомендовать тот продукт, который вы подключили, либо какой-то другой, и стать, скажем так, рекламным агентом большого количества финансовых организаций. И получать взгляд комиссионный. У нас отдельно будут, там, ведутся вебинары на тему того, сколько можно заработать, но у меня есть несколько слайдов с лично приглашенным человеком, лично приглашенным человеком, вы получаете 20% от тех денег, которые заплатит банк за его активацию. Казалось бы, пригласив, там, 10 человек, там, при среднем чеке, можно получить, там, какие-то всего лишь 4 тысячи рублей. Но, и примерно эти деньги ты получил в Тинькове, порекомендував просто этим 10 людям. Но когда эти 10 человек начинают рекомендовать со своим друзьям, а это достаточно просто, потому что здесь не нужно платить, здесь нужно просто рассказать о том, что есть классные продукты и есть классная система вознаграждений. Люди сами начинают этим делиться. То, вот, когда используется вот этот мультипликатор, то можно получать вот такие вот суммы. То есть, когда 10 человек пригласило еще 10, каждый по 10, это уже 100, дальше 1000, 10 тысяч, 100 тысяч. И это абсолютно реально. Это абсолютно реально. У нас в просто гейме есть девочка Лиля. Она, кстати, вроде как изъявила желание тоже присоединиться к нашей команде. И у нее в команде там 100, 150, наверное, тысяч человек, не помню. При этом она позвала всего там пятерых или шестерых. Не обязательно обладать большим количеством знакомых для того, чтобы создать такую сеть. Достаточно просто иметь классный продукт и прилагать нужные усилия в нужном месте для того, чтобы вся эта история начала работать на вас. Создать вот тот самый фундамент. Я сейчас понимаю, что фундамент, который я создал в 2015 году, в 2014 году, в 2016, в 2017, все это позволяет мне сейчас запускать вот такие проекты. Все это позволяет мне создавать для вас что-то действительно классное и стоящее. Давайте еще раз подытожим, за что люди получают деньги. Вот еще одну троечку вижу. Компании платят за клиента. Если вы рекомендуете какому-то человеку компанию, компания вам за это платит деньги. Все просто. Вы, если говорить обычными словами, есть какой-то, не знаю, там, Иван на рынке продает арбузы, вы этому Ивану говорите, приводите клиента и говорите, вот, смотри, вот есть клиент, вот это Иван, у него классные арбузы. Вы говорите своему другу Михаилу. Михаил, покупай у Ивана классные арбузы, а вы на самом деле так считаете, что они вкусные. Михаил покупает деньги, покупает арбузы у Ивана, уходит довольным. Ивану вы привели клиента. Клиент доволен, Иван доволен, и Иван дает часть денег, которые он заработал, он дает вам. комиссионные. Вот в нашей схеме вот таким Иваном выступают банки, которые платят деньги наперед. То есть, они знают, что они в будущем заработают с таких Михаилов деньги. Как клиент за транзакции, за комиссии, кто-то начнет там копить деньги, инвестировать. И банки, они просчитали свою экономику, и они понимают, какую сумму они могут заплатить вам за такого приведенного Михаила. Тут вот вопрос. Какие риски, как найти силы и успеть это параллельно с основной работой? Времени очень мало, остается сложно в этом мотивированном состоянии находиться. Я сейчас на работе, и это ужас. Хочется заниматься полезным делом. Я вас понимаю, сейчас мы, в принципе, часто бегаем в одном и том же колесе, и вынуждены ходить на работу для того, чтобы кормить семью. Смотрите, у нас будут отдельные вебинары, отдельные зумы, на которых мы будем говорить о том, как выйти из этого, как выйти из этой рутины и как себя мотивировать. Здесь сейчас цель этого вебинара мне рассказать вам о компании, о возможностях. И если у вас появилось желание разобраться в этом, вы просто оставайтесь с нами, приходите на вебинары, задавайте вопросы в чатах, и вам помогут с этим. Насчет рисков, какие риски? У нас часто был вопрос, а не буду ли я, например, поручителем, если я порекомендую человеку кредитную карту? Нет, вы не будете поручителем, потому что вы просто рекламный агент. Это то же самое, что если бы вы поставили билборд на дороге, вам банк бы заплатил деньги за размещение рекламы, и вы бы задавали вопрос, а буду ли я поручителем, если человек, который проезжает мимо, мимо этого билборда, возьмет кредит? Нет, конечно. Банк просто вам платит за клиента. Но важный момент, важный момент, что этот клиент должен быть живой, он должен быть настоящим. Вот в этой истории, в CPA истории, есть такое понятие, как мотивированный трафик. Это когда мы в надежде на то, что мы сейчас по-быстренькому там срубим денег, начинаем приглашать каких-то людей, которые, да ты возьми сейчас микрофердит, завтра его отдай. Вот так делать нельзя. Это губит все, это губит систему. И рекламодатели, они видят это и отказываются платить дальше, и в том числе отзывают деньги, которые они заплатили за приведенных крайних клиентов, потому что они видят то, что те клиенты, которые к ним приходят, это не настоящие клиенты, это фейковые клиенты, и они с них ничего не заработают. В 2014 году, когда мы занимались CPA и дали трафик на Jock Rule, мы, ну, честно говоря, не всегда гнали чистый и честный трафик, мы гнали мотивированный в том числе трафик. И рекламодатель это видел. В какой-то момент сначала рекламодатель нам понизил сумму группы. То есть сначала, например, они платили 80 рублей за регистрацию, потом они стали платить 50 рублей за регистрацию, потом 40. Потом они стали ужесточать проверку, и меньшее количество людей, которые у нас регистрировались, проходили эту проверку, и за меньшее количество людей нам платили деньги. И это привело к тому, что мы были вынуждены просто уйти с этого. Мы сами себе в то время подрыли подкоп и провалили с него. Или, скажем так, пилили сук, на котором мы сидели. Так вот, мотивированный трафик в этой истории запрещен. То есть если человеку не нужен микрокредит, и он собирается его завтра отдавать, не нужно его регистрировать. Пусть он лучше возьмет дебетовую там карту, детскую карту и так далее. Либо если он не хочет заниматься подключением, ну, сам лично, допустим, не дают, есть такие люди, кому не дают дебетовую карту или кредитную карту, потому что испорчена кредитная история. И он не хочет заниматься восстановлением своей кредитной истории, быть нормальным клиентом МФО, то пусть просто пойдет на сайт, у нас есть такая возможность, пойти на сайт и оплатить 4 тысячи рублей, получить очень классный курс от ведущего психолога и получить возможность зарабатывать на рекомендации. И эта же возможность работает для людей, кто по, скажем так, по юридическим моментам не может оформить карту. Люди, которые находятся за рубежом, люди, которые не граждане РФ, то для них есть возможность также прийти на сайт за 4 тысячи рублей, купить курс и стать партнером компании. Сайт-партнером, квалификации партнер первого уровня. Когда вы регистрируетесь в компании, вы сперва можете зарабатывать только с лично приглашенных вами людей. То есть когда вы позвали, не знаю, маму вашу, и она оформила банковскую карту, вы с ней получили 20%. А если мама ваша порекомендует своей подружке, то вы изначально не получите деньги с этой подружки. Но если вы позовете еще, не знаю, брата, который тоже оформит банковскую карту, и у вас будет два человека приглашенных, то вы начнете получать с маминой подружки и с друзей вашего брата. Вот именно так строится вот эта система. То есть вам нужно проделать какую-то работу именно в формате подключения новых людей и обучения их. Для того, чтобы зарабатывать с бесконечного количества уровней в глубину. Вы можете зарабатывать с людей, о которых вы даже не слышали, не знаете, они живут в других странах. Сейчас я расскажу, почему еще в том числе с других стран, несмотря на то, что у нас только для жителей Российской Федерации. Вы можете зарабатывать с людей из других городов, не знаете их, и это будет большое количество людей. Так. Когда начисляются деньги за приглашенных партнеров? Это хороший вопрос. Давайте сейчас вернемся вот к этой схеме. Смотрите. Ваш друг, которому вы дали ссылку на кэшбэк, зарегистрировался на сайте и оформляет заявку в банке. В тот момент, когда он оформил заявку в банке, банк берет эту заявку на рассмотрение. Банк берет эту заявку на рассмотрение и как бы говорит, я тебе выплачу эти деньги, там, не знаю, допустим, в сети он там платит 2000 рублей. Он говорит, я тебе выплачу эти деньги, но подожди, мне нужно проверить, мне нужно там свою галтерию там провести, так как я как бы медленный, большой, но медленный, я делаю это не спеша. И банки берут промежуток времени компании, в том числе не только банки, а компании, которые работают по этой модели, для того, чтобы проверить все, не является ли это мотивированным трафиком, нет ли каких-то там моментов, что, допустим, клиент оказался сначала нормальный, а потом появились какие-то факторы, по которым ему отказали выдачу кредита. Вот, банк нас уведомляет, как правило, он уведомляет нас в течение первых суток. В этот момент заявка пользователя, вот вашего друга на сайте, она у вас начинает светиться, как в работе. Банк дальше выдает карту вашему другу, и еще какое-то время он берет на обработку. После этого, там, как правило, через либо несколько раз в месяц, либо раз в месяц, либо есть банки, которые платят там раз в полтора месяца, по-разному бывает, в зависимости от нескольких факторов, банк выплачивает деньги CPA-площадке, которая, ну, является таким агрегатором, где есть много вот таких вот компаний, которые платят за активное какое-то действие, за приведенную клиенту. После того, как деньги попадают в CPA-площадку, эти деньги, в принципе, достаточно быстро попадают к нам, и мы выплачиваем их вам. То есть, возвращаясь к вопросу, когда начисляются деньги за приглашенных партёров, фактически деньги начисляются вам, на ваши кошельки, на сайте, в тот момент, когда банк переводит, реально переводит деньги на CPA-площадку. Но предварительно они на вас загоряются в тот момент, когда заявка взята в работу. И здесь есть один из моментов, о котором я хотел поговорить. Это либо технические какие-то моменты на стороне банка, либо это нечестность менеджеров банка, либо руководств. Там мы уже не можем как-то отвечать за это, кто точно виноват. Но бывают случаи, когда банки не говорят нам о том, что мы взяли эту заявку в работу. Это примерно 1-2% таких заявок, но они есть. И мы уже столкнулись, у нас есть люди в проекте, у кого произошла такая ситуация. У кого-то произошла ситуация, когда они заказали карту, например, карту МТС. Вот у меня случай другой. У меня сотрудник заказал карту Альфа-банк Пятёрочка. Он пришёл в банк получать, а ему сказали, ой, а что-то твоей карты нет, блин, тебе надо новую заявку оформить. И оформляют новую заявку, выдают ему совсем другую карту, и мы за это не получаем кэшбэк. Мы не получаем кэшбэк, то есть сама наша компания не получает кэшбэк, потому что сотрудник оказался нечестный. И есть другие примеры, когда наши партнёры пришли, увидели такую ситуацию, говорят, нет, 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 подожди, я заказал вот эту карточку, я заказал там Альфа-банк Пятёрочка, дай мне её. Почему на той карте, которую ты мне даёшь, нет имени моего? И каким-то чудом оказывается, что эта карта есть, они её почему-то потеряли, а сейчас нашли. И вот за это в итоге банк вынужден заплатить деньги. К сожалению, есть такие моменты, но это не потому, что у нас какие-то технические сбои, у нас всё работает, всё отлажено. Да, мы сейчас на старте, появляются, там есть какие-то моменты, но вот таких вот фундаментальных нет, это как бы фундамент всей компании, выплаты в сеть, выплаты и вознаграждения за совершённые действия. И здесь у нас всё чётко. Что касается банков, мы не можем за них получаться, это сторонние организации, мы как бы с ними сотрудничаем и работаем, как мы думаем, вин-вин, но иногда бывают такие схемы. Поэтому сейчас, когда мы увидели, что есть такие прецеденты, мы сделали в техподдержке формулу, в которую вы сможете заполнить заявку о том, чтобы вы фактически, допустим, получили эту карту. Указав необходимые данные, мы эту заявку отправляем CPA-площадку для того, чтобы их техподдержка разбиралась уже с банком. Разбиралась с банком и всё-таки добивалась того, чтобы банк заплатил эти деньги. Я надеюсь, что я понятно объяснил схему и вот этот подводный камень в этом бизнесе. На самом деле, мы до того, как мы не запустили этот проект, мы не знали о том, что есть такие нюансы и вот только сейчас на ходу вместе с вами понимаем и понимаем, что нужно сделать для того, чтобы уменьшить и совсем убрать вот этот вот риск быть обманутыми со стороны банка. Если человек хочет заказать кредитную карту на 100 тысяч рублей, может ли он заказать её по моей ссылке? Что бы вы сказали? Да, он может. Как бы он может получить по вашей ссылке. И, кстати, вот это интересный вопрос, потому что до сегодняшних новостей, которые я сейчас озвучу, я бы сказал, что это не очень выгодно. Потому что так как деньги получает тот, кто порекомендовал, тот человек, который оформляет карту, он не получит деньги. И если бы это была ваша ссылка, именно ссылка на выполнение задания, на подключение карты, то это было бы невыгодно. Но, ребята, у нас очень важные изменения произошли. Пока мы ещё на старте, пока у нас ещё не набрались, не появились топовые квалификации с большими надбавками, мы решили сделать следующее. Все люди, кто сейчас получил банковскую карту, получил какой-то продукт, все получат за это деньги. Это первая новость. мы 20% денег, точнее, точнее, не так. Смотрите. У нас была схема, при которой за личника за личника человек базово получает 20%. Если вы становитесь, получаете квалификацию лидера и становитесь уже человеком, кто управляется там структурой, в глубину начинает выстраиваться, то было 30% надбавка. То есть получается 20 плюс 10% надбавка. И была есть квалификация звезда, за которую выдавалось ещё 10% надбавка. Таким образом, можно было получать 40%. Так вот, мы приняли решение то, что на звезде надбавки не будет. Надбавки не будет, потому что я считаю, что в тот момент, когда вы уже начинаете зарабатывать с глубины, с пяти линий, вот эта вот надбавка 10%, вам она сильно погодой не сыграет, потому что основной доход он же в глубине. Как мы говорили на вот этой схеме, с личников, ну не так уж много вы будете получать. А с глубины вот этот мультипликатор будет давать вам сильно больше денег. Поэтому надбавка будет только на 30%. Надбавка будет только на лидере 30%. И 10%, которые уходили в надбавку в звезде, они будут начисляться человеку за выполненное задание. То есть вот сейчас все, кто оформил карту, вам в начале следующей недели будут начислены деньги за те задания, которые вы выполнили. Там Людмила, вот я смотрю, пишет, я уже закрыла третью линию, но начислений почему-то нет. Начислений есть в должны быть, по крайней мере, они есть у всех пользователей, кого я смотрел, в статусе в работе. Это вот как раз таки тот момент, когда банки сейчас рассматривают ваши заявки и дальше они перейдут в следующий статус на выплату. Так вот, 10% мы отсчитываем от квалификации звезда и еще сверху от компании 10% я принял решение выдать, для того, чтобы у людей было понимание, что здесь можно заработать. Эти деньги они смогут вывезти только когда они начнут, когда они станут партнером второго уровня, когда они пригласят двоих человек. Но они уже будут к ним начислены и вам всем они будут начислены. Соответственно, если вы, допустим, оформили карту, которая там кредитная за 2000 рублей, там, где выплаты все было 2000 рублей, то получается около 400 рублей у вас будет на баланс. Там чуть-чуть не точно сумма, но около 400 рублей вам придет на баланс. Ребят, поставьте оценку от 1 до 10, как вам вообще эта новость. Новость в том, что люди, которым вы будете рекомендовать, они тоже будут получать кэшбэк. супер, я вижу, что всем это нравится. Если честно, у меня с самого начала была мысль о том, что-то в этой схеме не так. Но меня раздирало два момента. Точнее, один такой важный фактор, что не получится ли так, что это будет мотивированным трафиком для банков, и банки будут резать нам выплаты. И вот здесь самое важное, что эти деньги человек получит только тогда, когда он начнет рекомендовать. То есть они будут у него на счету, но вывезти он может только если он начнет рекомендовать, если он принесет пользу банку. Так, Женя, заодно выполнение, или если я заказываю дебетовую в двух разных банках, пример, кредитную, а потом по моей ссылке на пример, имуще получил, то нет, начисление происходит за каждое выполненное задание, не единожды. за каждое выполненное задание происходит начисление. Зарегистрированные люди заказали карты, назначили встречи с курьером, но нет начисления. В чем проблема? Смотрите, еще раз, если нет начисления в работе, деньги, не уничтожены статусом в работе, вам нужно написать в техподдержку. Дальше мы будем уже разбираться, но фактически лучше писать техподдержку тогда, когда у вас на руках уже карта. Когда у вас уже на руках карта, никогда только назначена встреча с курьером, потому что бывает, там есть разные организации, кто-то передает информацию уже после того, как карту выдали. У меня у самого была такая ситуация, когда я получил карту айфайзинга, заявка висела в статусе переход, она не была в работе, и мы писали в техподдержку, говорили о том, что вот карта на руках, как так, и в итоге спустя месяц за нее банк выплатил деньги. Я сам лично столкнулся с такой ситуацией. Просто когда вы получите уже непосредственно сам финансовый продукт, напишите в техподдержку, пока через техподдержку это будет решаться. Чуть позже мы сделаем на сайте форму, в которой можно будет указать все необходимые данные для того, чтобы мы передали ее в техподдержку и забрали у банка вознаграждение, которое вам причитается. Это только кредитная карта касается других продуктов. Это касается всех продуктов на сайте. Всех финансовых продуктов, которые есть сейчас. Мы сейчас еще поговорим об этом, что финансовые продукты это лишь начало. мы хотим пойти дальше и открывать другие сегменты, с которых тоже можно получать кэшбэк. Вообще кэшбэк это такая достаточно популярная сейчас история и я понимаю, что мы можем с вами создать действительно большое мощное сообщество людей, которые будут получать классные кэшбэки. Чтобы вы понимали, чем больше нас будет, тем больше кэшбэки мы будем получать. Потому что мы сможем получать более выгодные условия. И когда мы вместе с вами сплотимся и сделаем этот результат, поверим в то, что мы можем небольшой группой людей, нас сейчас не так много в чате, на сайте еще зарегистрировалось, но мы можем создать большое сообщество, которое может диктовать рынку свои условия. Дальше вопрос. То есть если я получаю из-за каждой продукты по маркетингу и на 5 уровней выше, да, вы за каждый заказанный продукт получаете и по маркетингу и на 5 уровней и больше, если у вас квалификация там звезда и больше, вы получаете с глубины бесконечности, с 20, с 30 уровня, с любого. Страховки по ОСАГО. Мы планируем их ввести, но если честно, я, наблюдая за происходящим на рынке, не уверен в том, что это будет очень выгодно, потому что страховые компании платят не так уж и много денег, и там есть, они не платят фиксированную сумму, они платят процент от продаж. Так вот, процент от продаж зависит от, получается, еще раз, суммы, точнее, сумма с процентов зависит от того, за сколько продали это ОСАГО. Она, в свою очередь, зависит от автомобилей. Если, например, продается ОСАГО на какой-то мощный автомобиль, большой автомобиль, то там сумма ОСАГО будет больше, и тогда будет какой-то существенный процент. А если это будет какая-то, не знаю, там, Лада Калина с ОСАГО за 3000 рублей, то в сеть идет совсем копейки. И пока мы не приняли решение, будет ли конкретно ОСАГО у нас или нет, но, я вас уверяю, те продукты, которые у нас появятся, они перекроют все, и ОСАГО в том числе. То есть, это будут продукты, которыми пользуются все люди каждый день. То есть, я пока не буду раскрывать карты, я знаю то, что у нас есть в чатах шпионы, да, и, возможно, и здесь есть, которые следят за нами, и не хочется раскрывать карты, к чему мы идем, но, я вас уверяю, мы создаем целое сообщество, целую экосистему, в которой люди смогут зарабатывать деньги, получать кэшбэки, смогут приумножать их, используя правильные инструменты инвестиций. Так, но, возможно, мы все-таки сделаем ОСАГО. Сейчас, на самом деле, мы ведем переговоры по ОСАГО, и, вероятно, мы тоже подключим. Жень, с какого момента будет работать новый маркетинг? Тут мы приглашаем, объясняем, тот, который работает сегодня. Слушайте, вы смотрите, маркетинг начнет работать в следующей неделе. Всем, у кого были выполнены задания, всем произойдут начисления. По большому счету, для вас особо ничего не меняется. Для вас поменялось только то, что на звезде не будет надбавки на первый уровень, и просто добавляется еще одно условие, что человек получает больше денег. Все. Все остальное маркетинг остается без изменений. У меня до сих пор висит сообщение о том, что микрозайм находится в работе, а его мне сразу отказали. Другая компания сразу выдала микрозайм, но по ней ни слова, нет сообщения, колокольчики, история. Смотрите, там, где вам выдали микрозайм, если вам выдали микрозайм, а он не перешел в работу, пишите в техподдержку конкретно по этой компании, заполните форму, и мы передаем ее в техподдержку. По компании, которая вам отказала, и она висит в работе, в конечном итоге там придет отказ. Кэшбэк идет от рефералов за любую карту, неважно на какую карту, на какую они купят карту. Да, все верно. Так, значит, смотрите, ребята, это не все новости. Хочу с вами поговорить еще перед новостями про компрессию. Ребят, есть люди, кто не понимает, как работает компрессия и в чем вообще сила компрессии в нашем маркетинге. Поставьте, пожалуйста, семерочку. Хорошо бы увидеть в кабинете, за кого партнеров идет начисление. Да, мы сделаем эту функцию. На самом деле, она есть. За кого идет начисление, она есть, но она отображаться будет тогда, когда деньги фактически будут начислены вам на кошелек. А вот те деньги, которые сейчас в работе, да, там сейчас непрозрачно, и мы обязательно мы обязательно сделаем, чтобы было прозрачно, чтобы вы понимали, из какого человека, с какого уровня идут эти начисления. У нас есть эта задача уже. Значит, смотрите, по поводу компрессии. Так, где, где, где тут рисовать, рисовать. Есть вы. Под вами есть, допустим, два человечка. Под ними, в свою очередь, вот под этим, допустим, есть один, и под ним есть еще два. Ну, так получилось, что ваш вот этот вот личник, ребята, слушайте, а видно мою мышку? Поставьте, пожалуйста, плюс, вот если мышку видно мою, или видно только то, что я рисую. Мышка есть, супер. Так, значит, смотрите. Так, получается то, что ваш вот этот вот личник, давайте я поставлю цифру 1. А это вот цифра 2. Вот ваш личник по номеру 1 пригласил всего одного человека, но под ним уже выстроилась глубина. И он пригласил несколько человек. Так вот, по маркетингу, пока у личника по номеру 1 не будет 2 личника, как у вас, он получает только с первой линии. То есть он получает вот с этого человека. Но с глубины его с второй линии он не будет получать. И получается, что эти деньги переходят к вам. То есть деньги, которые должен был получить человек в первой линии вашей, получите вы. То есть начисление будет вот отсюда, они идут вот сюда. а отсюда, они идут вот сюда и к вам. И вот когда под вами выстраивается большая глубина, когда под вами там не две линии, а когда под вами много линий, бывает такое, что люди заходят и выстраивается какая-то большая глубина. И допустим, вот эти все люди там получается вот этот, вот этот, они еще не выполнили квалификацию, например, и они не могут получать там со второго уровня, то человек, который у вас находится на раз, два, три, четыре, пять, шестой глубине, он тоже к вам будет начисляться по основному маркетингу. То есть вот деньги отсюда будут идти вот сюда, несмотря на то, что это как бы шестая глубина. Но вот эти люди, они как бы вычеркиваются из начисления, в момент начисления, и с глубины к вам прилетает там 10%, хотя это шестая линия, с которой вы, например, еще не можете получать, если у вас нет звезды. А если вы звезда, то вы бы получали за него всего 4%, а так и получите 10%. Ребят, поставьте от 1 до 5, как вам вообще вот эта вот история с компрессией. По-моему, это очень крутая возможность. То есть часто бывает такое, что структуры строятся, люди еще не успевают выполнить логификации, либо не могут, либо уходят. И там где-то в глубине строятся команды. И по обычному маркетингу вы с этого ничего не получаете. С этого деньги уходят обычно в компании. Но я считаю то, что если компания дает деньги партнерам, то только в этом случае компания будет процветать. И вот вчера вечером я наткнулся на афоризм, который я писал в чате. Деньги как навоз. Если их не разбрасывать, то от них будет мало толку. Вот я считаю, что если мы не будем раздавать таким образом деньги партнерам, то от них будет мало толку. А таким образом мы создаем действительно мощное сообщество, и можно на этом зарабатывать большие деньги. Если человек потом будет работать. Если человек потом будет работать, он будет вам приносить в любом случае пользу. Но да, он будет за свою работу получать вознаграждение это абсолютно нормально так потому что чаще с людьми мы работаем когда они остаются без наставника а это справедливое распределение да все верно часто бывает так что наставник пришел там и убежал куда-нибудь в какой-нибудь пирамидоз вот а вы остаетесь и вы должны за это получать деньги вот по поводу компрессии эта же компрессия работает не только в основном маркетинге но и в начислениях в бонусах то есть смотрите если к примеру вот между вами и вот этим человеком нет лидера да лидер отсутствует то вы получите не 10 а 20 процентов потому что никто не выполнил эту квалификацию вот это тоже компрессия это тоже очень важно понимать ребят как вам еще такая новость что не только вы получите 20 процентов точнее да получается вы получите 10 базов и еще 10 сверху можно вообще там 6 с 7 уровня получать 20 процентов 20 процентов с 7 уровня при полном застройной застройной сети получает только черный бриллиант а так можно получать просто 20 процентов и будет на лидере и вот это то что действительно даст возможность заработать вот те суммы которые были на на табличке 4 до 20 миллионов я уверен то что через пару месяцев нас будут люди которые уже там заработали свой первый миллион лили сибатулина просто геймсу первый миллион заработала на второй месяц не ошибаюсь так дальше про компрессии поговорили что еще хотел личный а личное вознаграждение мы поговорили да это то что человек сейчас начнет получать деньги за выполненные задания классная новость ребят мы тестируем и я думаю что в ближайшее время возможно даже на следующей неделе мы открываем еще две страны украина и казахстан то есть сейчас люди могут заходить в компании компания только через оплату продукта обучения то там на следующей неделе максимум через неделю я думаю что это будет на следующей неделе мы откроем украину казахстан и вы сможете приглашать людей из этих там стран я знаю что у нас много партнеров из казахстана есть много партнеров кто в россии но у них большие сети в казахстане казахи действительно такие мощные сетевики и я очень уважаю этот народ за это вот и вот мы поэтому искали и нашли для вас возможность открыть украину и казахстан насчет других стран там написали про узбекистан мы будем подключать пока не могу сказать по срокам но однозначно мы будем подключать к сожалению в этих странах не так много которые есть в россии да по которым платят хорошие существенные деньги но они есть и это значит то что мы вместе с вами можем начать строить команды зарабатывать ребята еще важный момент по поводу начать строить команды у нас в чатах я неоднократно видел опасения людей на тему того что мне еще не пришли начисления моя заявка еще не пришла в работу или перешла в работу мне еще не числили деньги поэтому я торможу свою команду не надо так делать мы всеми силами делаем все для того чтобы вы получали свои вознаграждения и пока вы когда вы тормозите команду то вы не даете себе энергию то есть да вы ваша заявка еще не перешла не пришла в оплаченную но я считаю что когда у тебя есть понимание кто стоит за проектом что это не какой-то там мальчик с интернета а это команда которая создает успешные проекты то можно довериться и просто начать действовать люди которые здесь собрались они большинство пришли из-за просто гейма и просто гейме у нас все офигенно в обозначенные сроки люди зарабатывают деньги и здесь то же самое но вот нюанс этого бизнеса как бы при том что мы получать не платим за участие да у нас есть некоторого начали взнос но у нас есть временной там интервал времена скажем так шаг лаг по стечении которого мы начнем получать деньги и если вы сейчас не начнете создавать свой фундамент то кто-то вас опередит либо эти люди которые у вас есть сейчас они побегут какие-то другие проекты не нужно так делать просто поверьте что здесь будет все хорошо если у вас произошла ситуация когда вас там банк да не начислил деньги мы разберемся в этой ситуации у нас есть там прецедент когда мы просто как бы пошли навстречу и пока мы начали разбираться с банком мы уже присвоили квалификацию первого уровня человеку и она начала работать просто поверьте то что вы можете сейчас создать фундамент который вас понесет вперед который поможет вам изменить вашу жизнь закрыть ваши кредиты поменять условия жизни купить машину все это можно за счет тех денег которые есть сейчас у банка если кто-то из моей команды регистрируется кэшбэк раньше меня я после него то как будет выглядеть он будет перед меня я получу от него а если речь идет про переход из просто гейма то есть если вы были в просто гейме и ваш личный дошел раньше вас если на момент фактического начисления денег вы уже успели зарегистрироваться в кэшбэке и вы выполнили задание она находится хотя бы в работе то вы получите деньги но мы даем два месяца на активацию аккаунт если за два месяца вы не активируете свой аккаунт если вы не проведете заявку в статусе в работе то через два месяца те аккаунты которые были созданы автоматически перенесены из просто гейма они удаляться то есть услышите меня еще раз если за два месяца вы не оформите заявку и это был аккаунт который вы не новый создали есть люди например кого уже сюда позвали вас это не касается это речь идет о тех кто пришел из просто гейма кто пришел туда автоматически да мы перенесли структуру из просто гейма в кэшбэк вот эти аккаунты они автоматически удаляться через два месяца если вы их не активируете и произойдет компрессия то есть вот эти аккаунты условно они навсегда исчезнут и все поднимется наверх да вот эльвира пишет то что ей дали статус все верно так дальше по новостям поиск эшбэк я написал сказал украина казахстана сказал ой так отдельная витрина для клиента фильтров по региону смотрите мы пришли к решению то что так как банки не любят мотивированный трафик мы создадим отдельный отдельный сайт витрину который будет нацелен именно на клиентский секс я сейчас покажу как это выглядит мужик бы ведем разработку постараемся на следующей неделе это выкатить смотрите вот сейчас у нас вот так выглядит интерфейс по допустим по микрокредитам где есть информация сколько будет в сеть да то есть там целевое действие и достаточно неудобно себе подбирать микрозайм даже вы будучи там партнером либо вы приняли решение что вы будете партнером а вам же все равно для себя нужно подобрать продукт и это не очень удобно откровенно здесь искать мы решили сделать вот такой интерфейс которым будет очень удобно выбрать продукт собраны основные показатели вот и таким образом витрины становятся более удобны помимо этого мы сделали сделаем фильтр куда можно получить этот микрозайм то же самое мы сделаем по картам по банковским картам по кредитным картам по дебетовым супер я вижу то что нравится соответственно мы делаем витрину который будет только продукт там не будет информации по бутылку и это скажем так делать нас более такими благонадежными до глаза банка мы же хотим создавать продукт надолго на года и нам важно чтобы трафик который мы лили банком трафик который мы лили на офферы а он был чистым не было мотивированного трафика и для этого мы делаем вот такую вот витрину так вопрос начисление фактически от банка происходит допустим через месяц если сегодня один партнер с моим структурой выполняет задание оффера а я еще не достиг статуса при котором получаю свой процент за это задание допустим только через двое недели я уже упустил выгоду с того задание или все-таки получает так как банки только позже фактически правильный ответ вы не упускаете выгоду если вы получили статус до фактического начисления денег если вам приходит уведомление о том что вы упустили прибыль надо быть с глубины со 2 3 уровня то это значит то что вам нужно просто поторопиться потому что там есть переписка это предварительное начисление вы можете поторопиться и успеть все таки получить эту прибыль так собственно про витрину мы поговорили у нас будет фильтр в том числе по городам по регионам чтобы вам было удобней подгорать себе кредиты и были вопросы там кредиты и карты и все будет вот и были вопросы касаемо крыма были вопросы касаемо крыма у нас есть по моему 10 сейчас офферов которые доступны в крыму и мы сделаем собственно поиск по регионам и ребята из крыма тоже смогут себе подобрать чтобы не остаться 9 то все то же самое мы просто меняем интерфейс просто меняем интерфейс и как что не меняем мы его делаем еще один интерфейс для клиента по выплат на выплат никак не влияет все то же самое то есть на все уровни вверх на 5 и больше уровней будет идти начисление Мы просто отдаем возможность стать клиентом, а потом уже можем предложить ему стать партнером. Да, ему придет кэшбэк, сначала он будет на рассмотрении, потом он будет начислен, и вот он увидит, что пришел кэшбэк, и он там будет понимать, что он может здесь еще и порекомендовать заработать больше кэшбэка. Евгений, скажите, пожалуйста, такой вопрос. Мой наставник при регистрации объяснял мне, что когда я приглашаю к себе партнера, мой партнер берет карту, ну то есть берет продукт банка, возвращает себе кэшбэк, и я еще получаю с кэшбэка этого партнера какой-то процент. Это неверно? Если речь идет о кэшбэках, которые платят банк, то нет. Он, скорее всего, имел в виду как раз-таки вот эту вот многоуровневую историю, что когда ваш приглашенный человек начинает тоже зарабатывать в нашем проекте кэшбэке от своих приглашенных, то вы тоже получаете с этих приглашенных деньги. Вот то, о чем я говорил. Это я поняла. Это я поняла. Значит, маленечко неправильно было объяснено. Все, спасибо. Так, друзья, есть еще у кого-то вопрос? Там вопрос у Елены, будет ли на витрину своя ссылка? Да, на витрину будет отдельная ссылка. Если есть сообщение... Так, да, люди часто путают такие понятия, как кэшбэк и партнерская комиссия. Если есть сообщение о готовности карты, надо ставить только до города на материке, а я в Крыму, если я не смогу приехать взять карту, как будет? Слушайте, но в таком случае вам нужно выбрать, если вы не можете физически получить карту, то вам нужно выбрать другой оффер, который вы сможете получить, или микроозайм. Либо попросить оформить карту на кого-то из знакомых родственников, чтобы это было именно по вашей ссылке оформлено. Там, где в заданиях есть копировать ссылку. Вы можете ее скопировать, дать кому-то из знакомых, чтобы они за вас выполнили это задание, а получили карту. Так тоже можно. Так, ну, мне кажется, я достаточно исчерпывающе рассказал информацию. У нас будут отдельные вебинары, посвященные тому, как работает маркетинг, как открываются уровни. Я считаю, что не нужно совмещать это все вместе. Дальше. Вот вопрос еще. У меня просто геймин два моих аккаунта в кэшбэке. Есть ли смысл? Нет, в кэшбэке нет смысла заводить несколько аккаунтов. Есть смысл строить широкую первую линию. Этот маркетинг не рассчитан на то, чтобы получить какую-то сверхприбыль с нескольких аккаунтов. Просто выбирайте один аккаунт, в котором будете работать в кэшбэке, и на него фокусируйте свои внимания. Ребят, поставьте оценочки от 1 до 10. Как вообще вам сегодняшняя презентация? Скажу вам, вторая моя презентация. Жизнь от такого характера. Мне кажется, что у нас достаточно продуктивно получилось. Все, всем спасибо. Тогда остаемся на связи. Информация о следующих вебинарах будет в чате. Ребят, нам нужно прям собраться и как можно больше сейчас людей оповестить о проекте, чтобы мы заходили перед Новым годом, сделать рывок для того, чтобы потом этот фундамент, который мы с вами создадим, он работал на нас. Все, всем спасибо. Пока-пока.